очень удивительный автомобиль в каком смысле автомобиль производится в японии в японии он не продается в европе он не продается он продается только в америке и только у нас и в россии но я вам скажу по секрету вот эта проблема рассказывает ярослав она у него практически на каждой машине при высоком росте он любит сидеть повыше вот согласитесь это нонзез обычные высокие люди оборот опускают сиденья потому что им и так достаточно ихнего роста но каждый имеет право на свои какие-то требования я так думаю что когда лет через пять может 7 придется новое поколение 6 9 мы будем испытывать такие же восторженные эмоции привет друзья мы опять с ярославом вместе в одной машине и на этот раз это новейший автомобиль на нашем рынке mazda cx-9 ну слово ярославу всем привет мало того что это новейший автомобиль на рынке это еще и самый новый автомобиль в мазде гаммы и более того это автомобиль который наконец-то у нас полностью укомплектовал гамму кроссоверов этого бренда теперь у mazda есть буквально от мала до велика маленький cx-3 средний cx-5 и вот самый большой такой огромный семиместный с тремя рядами сидений cx-9 эти очень удивительный автомобиль в каком смысле автомобиль производится в японии в японии он не продается в европе он не продается он продается только в америке и только у нас и в россии до автомобиль делался в первую очередь закосом под америку поэтому у него и габариты такие и отделка и оснащение вот здесь чувствуешь себя таким вальяжным американским дэнди или 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 как у них там подобный класс населения называется и хочется в этом автомобиле ехать по дальнему такому прямому хайвею на большие большие расстояния в комфорте в тепле и в уюте и этот автомобиль сполна это обеспечивает но я с тобой согласен автомобиль действительно на первый взгляд лично мне показался таким вальяжным таким палки на нем есть как на катере но до первого лежачего полицейского или до разбитой дороги там ты понимаешь что не такая она уже валка и достаточно хорошо держит дорогу и и не сносит не заносит не переставляет как они достигли этого при достаточной такой мягкости подвески в то же время сделать ее достаточно такую цепкую и классную когда это на самом деле очень редкий такой компромисс и безусловно очень удачный сохранить и достаточно интересную управляемость которую вот скажу честно не ждешь от настолько большой широкой высокой машины скроенной по американским лекалам и стандартам вот и все это еще сочетать с великолепным комфортом друг друзья вы буквально не чувствуете ни ямок никаких вот наших дорожных не уряд лиц да но это это не значит что мы намекаем на то что нужно там засадить всю семью в машину и потом завалиться где-то в поворот на скорости 120 или 150 конечно нужно ездить аккуратно конечно этот автомобиль неплохо управляется но при этом это не значит что каких-то предельных режимах он будет вести себя точно так же адекватно здесь уже больше будет зависеть мастерства водителя а не от самого автомобиля как тебе по салон автомобиль салон большой просторный в достаточной степени уютный но меня удивило то что вот я человек ну достаточно высокого роста но не максимального скажем так но при этом в этой машине я выбрал максимальный диапазон продольной регулировки сиденья что на самом деле у меня бывает редко то есть или тут относительно короткий диапазон или как-то вот интересным образом скроена посадка водителя то есть получается что если человек будет за два метра ростом да больше то у него могут возникнуть и проблемы да у него уже возникнут определенные трудности с подбором удобной посадки потому что вот я например я люблю повыше поднять сиденье да и когда я здесь поднял сиденье так как мне приятно как мне удобно я уже понял что все продольная регулировка вы и вычерпана мною полностью и при этом здесь еще друзья есть такой замечательный проекционный дисплей на лобовое стекло вот максимально нижнем положении в котором он может быть сейчас он находится и я не вижу уже верхней его части то есть даже у этого дисплея немножко не хватает регулировки ну я вам скажу по секрету проблема рассказывает ярослав она у него практически на каждой машине при высоком росте он любит сидеть повыше вот согласитесь это нонзез обычные высокие люди оборот опускают сиденья потому что им и так достаточно их него роста но каждый имеет право на свои какие-то требования поэтому если он сказал и для него действительно эта проблема расположение дисплея и то что вот не хватает диапазона регулировок сидений значит так оно и есть он не соврал но зато при этом друзья вот совершенно удобно располагаются приборами на некоторых автомобилях опять же из-за особенностей моей посадки для меня верхняя граница рулевого оба обода перекрывает приборы здесь все отлично приборы видны читаются кстати они в такой достаточно традиционной графике и наверное этим они и хороши что вот нет этих новомодных таких закосов в дизайн с жертвой функциональности здесь приборы великолепны есть у нас еще такой большой по моему восьми дюймовый до дисплей на консоли на который выведены многие функции и навигация и аудиосистема причем вот надо проверить мы сейчас движемся как раз на маленькой скорости вот на марсе cx5 например движение когда вы едете недоступно сенсорное управление дисплеем у дисплея есть два вида управления сенсорное непосредственно на самом экране и вот с помощью жойстика на на тоннеле вот на марсе cx5 сенсорное управление отключается как только вы начинаете двигаться здесь вот мы сейчас видим что вот дисплеер ну надо заметить что оно отключается после 20 км в час а мы сейчас едем со скоростью 6 км в час потому что мы в пробке поэтому но вообще сама организация я уже говорил когда тестировал и мазду 3 и мазду 6 я это отмечал что очень грамотно организован сам процесс управления системы так как у вас есть и большая шайба которую все это можете переключать на ходу и если где-то вы стали стоите на парковке вам удобнее это делать сенсором то и сенсорное управление потому что на многих машинах или то или другое но и то и то не объединено вот я считаю что мазда поступила очень правильно для своих клиентов причем друзья такой очень немаловажный момент на многих автомобилях на которых есть управление джойстиком ну мягко скажем это управление весьма мудреное то есть вам надо буквально курить мануал чтобы понять как там как там вообще разобраться с движениями этого джойстика с нажатием клавиш вокруг него и так далее здесь все очень просто интуитивно понятно логика великолепна ну хорошо эта система она есть практически на всех новых маздах то есть тут нет никаких проблем с этим и можно любую машину брать и о ней рассказывать еще по машине значит машина имеет три ряда сидений первый второй ряд без вопросов садятся люди любого роста ну до двух метров ростом это точно и друг другу не мешают с достаточным комфортом третий ряд сидений ну скажем так детей там вести можно и то не очень далеко скорее всего этот третий ряд он больше номинальный но это мое личное мнение что как ты думаешь я прав или не прав я тоже так думаю да этот ряд в первую очередь предназначен для того чтобы когда вам экстренно нужно большое большую дружескую компанию перевести на небольшое коротенькое расстояние да вот чтобы хоть как то худо бедно все эти люди у вас доехали вот именно вот вчера с работы я ехал и подвозил своих коллег и как раз нас было шесть человек вот одного человека некуда было посадить хотел еще заметить такой момент все спрашивают как расход топлива машина большая двигатель достаточно крупный какой расход топлива я заметил такой нюанс если я еду по правилам дорожного движения то есть как положено где висит знак 60 я еду 60 по городу я еду 50 где-то еду 80 но все исключительно по правилам я спокойно входил в расход где-то 12-13 литров на 100 километров если же я е ездил как ездят все то есть педаль в поле спокойненько там и невзирая на лимиты да со светофора первое и так далее то 18,5-19 литров вам будет обеспечено какой вывод из этого мы делаем друзья соблюдайте правила это и безопасно и выгодно а кстати я вспомнил когда-то очень давно на презентации два поколения назад еще Mazda 6 я спросил это было за границей я спросил у представителя компании скажите почему вы постоянно в мануале пишите расход топлива не тот который который мы имеем реально в жизни и ответ этого представителя был именно такой а вы не пробовали ездить по правилам дорожного движения я смутился он говорит вот вы попробуйте и потом говорите правильно мы написали или неправильно коль скоро мы уже замолвили слово о безопасности то надо отметить что Mazda этому вопросу уделяет очень значительное внимание например у CX9 есть система слежения за полосой вашего движения система слежения за разметкой и она настолько бдительна что вот сейчас когда я еду в полосе в общем-то не нарушая ничуть ее границы автомобиль все равно так и стремится меня поправить чуть-чуть делает маленькие эволюции рулем так чтобы оставаться ровно-ровно-ровно посредине между линиями разметки по скоростным параметрам скажу сразу автомобиль без проблем от нуля до сотни разгоняется по заявленным параметрам скорость максимальную мы не испытывали в силу того что мы тестируем автомобиль на дорогах общего пользования но я думаю и тут никаких проблем не будет как уже отметил ярослав автомобиль прекрасно слушается руля и как ни странно для автомобиля заточенного под американский рынок обратная связь здесь достаточно четко прослеживает вот обратная связь здесь как раз абсолютно европейская да и опять же это удивляет все-таки автомобиль изначально заточили под америку ну наверное я думаю что сказывается то что делают его не в америке а все-таки в японии и японские инженеры с соответствующими канонами и подходами между прочим мы еще забыли упомянуть и потому упоминаем сейчас что здесь есть еще спортивный режим есть есть и в спортивном режиме она работает предсказуемо то есть она просто позволяет вам держать дольше максимальные обороты при разгоне переход на следующую передачу идет при более высоких оборотов за счет этого достигается лучшая динамика автомобиль быстрее разом нет соответствующим образом увеличивается расход но это неизбежно но режим этот есть есть и ручной режим то есть вы можете и вручную управлять коробкой передач но коробка насколько адекватно работает что вот этих два режима драйв и спорт вполне достаточно чтобы ручным режимом и не пользоваться ну на самом деле ручной режим этому автомобилю может пригодиться в первую очередь для движения по горным дорогам тем более что по паспортным данным Mazda CX-9 может буксировать прицеп оборудованный тормозами полной массой две с половиной тонны прицеп друзья две с половиной тонны тяжелее чем почти все легковушки на наших дорогах и кстати это чисто американская фишка потому что в америке представить себе автомобиль без фаркопа практически невозможно очень дорогая стоимость перевозок и часто люди переезжая там с квартиры на квартиру или там делая ремонт у себя дома возяя стройматериалы и так далее банально покупают себе прицеп и экономят на этом деньги а возят как как уже сказал Ярослав прицепы очень-очень-очень высокой грузоподъемности вот Mazda предусмотрела две с половиной тонны я тоже считаю что это грандиозная какая-то цифра дима да просто путешествуют там даже люди с прицепами кемперами вот и все а ну да поскольку автомобиль заточен под активный отдых то вот непременное приложение к нему по-американскими составляющими ну это просто хороший настоящий семейный автомобиль вот мы когда тестировали тот же Peugeot Traveler да мы говорили хороший семейный автомобиль но все-таки он внешне микроавтобус а это вы получаете красивый очень красивый по дизайну автомобиль современный хорошо оснащенный хорошо оснащенный богато даже я бы сказал оснащенный да и на минуточку вы спокойно можете перевести семь человек пять человек на очень большие длинное расстояние с комфортом кстати когда на заднем сиденье садится три человека то это не номинально три места а комфортных три места то есть они друг другу не мешают ну понятно если у них не вес там под 150 килограмм каждого я я так думаю что это у нас еще и один из самых тихих по звуковому окружению тестов да здесь просто великолепная шумоизоляция даже на скорости под 100 км в час в салоне вы можете говорить ну буквально шепотом и собеседник вас услышит ну я с тобой полностью согласен но они об этом и заявляли они писали что в общей сложности шумоизоляции в этой машине на 24 килограмма веса то есть они пошли то на чем многие экономят где-то там да не доложить кусочек изоляции чтобы где-то вот вес меньше сделать чтоб расход туда-сюда эти сделали сказали нет мы не будем ничего экономить для нашего клиента главное это качество в том числе и качество шумоизоляции а поверьте когда вы ездите на машине каждый день когда вы ездите долго то это такое очень даже один из важнейших параметров ну как для меня лично это один из важнейших параметров а еще когда вы едете далеко и с детьми семьей вот я уверен что этот автомобиль буквально убаюкает сразу всю вашу семью и они будут мирно посапывать себе кроме водителя водителя не надо убаюкивать так не ну я тебе скажу убаюкивать не убаюкивать а когда хорошая шумоизоляция и музыку приятнее слушать а здесь кстати на минуточку стоит бауз система как я уже говорил ребят не басе и не базе бауз и она звучит очень 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 качественно ну понятно если вы конечно так трек берете качественно потому что очень часто берут треки такие непонятно откуда скачаны за бесплатно а потом говорят у меня система плохо в машине играет но и тем не менее бауз знает в этом толк потому как даже на обычной записи стандарта mp3 вы можете услышать такие нотки такие звучания музыкальных инструментов которые раньше для вас оставались неведомыми в хорошо знакомых вам композициях ну система сопрягается как все современные системы без проблем с ipod я подсоединил у меня там концерт оркестра был моцарта исполняли и я так послушал и у меня реально такие ощущения были что я где-то в зале сижу но это если глаза закрыть понятно так машина отвлекает но очень очень достойно и действительно вот какие-то там струнные инструменты когда вот палец по струне идет очень тихо да звук очень тихий а здесь вот все ты прослушиваешь и как бы более объемный звук слышишь мне понравилось вот так скажу полный привод здесь организован стандартным методом расскажи подробнее как это привычная для кроссоверов электромагнитная муфта то есть в основном во всех случаях этот автомобиль переднеприводный и подключение потока мощности задней оси производится тогда когда идет либо проскальзывание передней оси либо вы просто вот хотите более динамичного разгона и электроника это понимает и немножко подкидывает поток мощности на задней оси любой потенциальный владелец этого автомобиля должен понимать что это полный привод непостоянного действия то есть не для того чтобы вы там где-то долго ехали по грязи где-то там в болотах копошились да и сама конструкция кузова автомобиля бампера не позволят этого сделать это скорее привод который может вас выручить каких-то экстренных ситуациях вы попали на заснеженную дорогу лед вам надо где-то из какого-то капкана выбраться проехать на дачу там по грунтовке которая после дождя слегка раскисла но это не значит что нужно автомобиль куда-то отвезти извините в говно и там закопать по самые окна в этом случае полный привод вам не поможет для этих целей надо покупать немножко другого ранга машину Дима как ты думаешь получилось ли у мазды с этим автомобилем шагнуть на ступеньку выше привычного для бренда сегмента и перейти в премиум отвечу тебе ярослав вся ситуация в том что я говорил об этом уже и по предыдущим автомобилям мазда это новая цейк новая мазда 3 и новая мазда 6 что вот все эти машины как только я их брал первый раз то есть садился в них первый раз у меня сразу возникало ощущение что мазда планомерно двигается в сторону премиум сегмент вчера я тебе рассказывал зрителям расскажу еще раз я специально взял у своего товарища бмв x5 с мотором 4.2 с американского рынка автомобиль то есть соответственно настройки у него такие тоже американские и вот я сравнил казалось бы это не сравнимо бмв x5 и а мазду цык стиль и скажу вам ребята это мазда как раз и есть конкурент бмв x5 вот прямой но при этом стоит она ну стоит она намного дешевле так более того это мазда еще и стоит дешевле чем ее прямые конкуренты например ford edge или тойота хайлендер в максимальной комплектации да я кстати забыл сказать и что вот интересно владелец бмв садясь в эту машину он так все потрогал пощупал пластик все сделал удивленные глаза сказал слушать так оно же ничем не отличается ну имел он ввиду качество качество вот тактильные ощущения этих материалов извините какие уже щепетильные владельцы бмв но если даже вот он признал что это действительно автомобиль хорошего уровня и он его сравнивает даже со своей машиной то ну я ему верю да потому как владельцы бмв против своего любимого бренда не погрешат ну хорошо ребята спасибо за то что смотрели наше видео если оно понравилось палец вверх если не понравилось палец вниз хотите смотреть наши следующие тесты понятное дело подписываемся все всем удачи и пусть ваш автомобиль никогда вас не подводит до новых встреч на дорогах до новых встреч Estaite я хотел еще отметить мы ехали по дороге и встретили машину предыдущего поколения ц steel девятую посмотрели на ее внешность и подумали фу что это такое и вот это вот у меня мыс такая проскочила вот когда я ее тогда увидел до предыдущего поколения когда она только презентовалась какая классная была машина да да теперь смотришь на эту и думаешь уже то какая-то ну маветон на не ездить это намного красивее интересно что будет следующее после этой машины что придумают японцы что мы сможем сказать про эту машину что она некрасивая дима я уверен в способности мазды удивлять и по-хорошему нас радовать поэтому я так думаю что когда лет через пять может 7 придет новое поколение цех 9 мы будем испытывать такие же восторженные эмоции дизайн этого автомобиля он в общем-то в целом классический он без лишних каких-то таких элементов которые могут казаться сиюминутно модными но потом очень быстро приедаются и уже кажутся совершенно выше вышедшими из вкуса вот он классический он такой долгоиграющий добротный и стабильный но при этом кардинально отличающихся кардинально отличающихся от дизайна автомобилей конкурентов потому что вот мазду не спутаешь ни с чем да причем вы ее опознаете и фас и в профиль и даже не побоюсь этого слова видят сзади